Главный тренер сборной из ГУД Дмитриев Михаил Александрович. Михаил Александрович, расскажите, пожалуйста, в целом о матче. Какие отрицательные, скажем так, моменты выделились в процессе игры, чего не хватило команде и в целом настрой на следующую игру? И по поводу результата, довольны ли вы им или нет? Ну, скорее всего, недовольны, но именно чем? Результатом однозначно недовольна. В принципе, команда сегодня создала много моментов. Но если команда не сбивает голы, значит, она, как правило, либо проигрывает, либо играет в ничью. Вот сегодня у нас второй момент. Мы что, проиграли? Проиграли вторую игру. В двух играх не забили ни одного гола. Безобразная реализация голевых моментов, безобразное создавание голевых моментов. Большие проблемы у нас в организации игры. В принципе, как и при игре в обороне в целом команды, тоже большие проблемы. Этот тур, к сожалению, мы плохо подготовили в том плане, что ребята все разношерстные. Кто где занимается, кто где играет, в разных командах. Собрались буквально мы в день игры. Это, я считаю, основная проблема. Но мы, в принципе, знали, что ситуация такая. Она практически всегда так была. Куда деваться нам некуда. Будем стараться находить какие-то дополнительные резервы в команде, так скажем. И должен быть какой-то футбольный фарт, потому что сегодня столько моментов не забили. Команда Кубани, конечно, очень хорошая команда. Но все равно, я считаю, что мы сегодня были из того состава, который у нас есть. Показали максимально возможную игру. И ребята бились. Я хочу им сказать большое спасибо за полную самоотдачу. А какой был, на Ваш взгляд, самый переломный момент встречи, который, так сказать, повернул в такую русскую, что не удалось победить? Переломный, конечно. Это гол пропущено в первую очередь. Не хватило буквально нам 2 минуты. Я уже хотел делать замену и не успели. Потому что у нас проблемы были в центральной зоне. Хотели в перерыве менять. У нас травмы опять сегодня очередные. Не хватило буквально 2 минуты, чтобы сделать эту замену. Сейчас замену произвели, вышли в опорную зону, вышел у нас Алан Андреев. И сразу игра более-менее стабилизировалась, наладилась. Вследствие этого были голевые моменты у чужих ворот. А вот другая схема в начале встречи. Это была специально под соперника или какие-то новые идеи? Нет, это не под соперника. Мы играем прежде всего от своей игры. По той причине, что у нас не такой богатый выбор футболистов. Плюс действует определенный ценз возрастной. У нас тоже это очень важный момент, что у нас 4 футболиста, которые не могут одновременно находиться на футбольном поле. Только 3 могут. И из-за этого игру выстраивали. Сегодня решили сыграть с двумя центральными нападающими. Но, к сожалению, не очень оптимальное состояние находятся сейчас у нас эти люди, которые впереди играли. И из-за этого, я думаю, были проблемы. Ну и последний вопрос. Ожидания завтрашней игры какие? Ну, я думаю, все усилия максимальные, которые у нас есть сейчас в команде, все ресурсы мы бросим на то, чтобы игру эту обязательно надо выиграть. Спасибо. Спасибо.